МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Современное искусство против классики. Антивандальная акция Рязанской дирекции по благоустройству. Нажми на кнопку, и твоя мечта осуществится. В Рязани провели уникальную операцию по вживлению обезболивающего электрода в позвоночник. Рязанская резня бензопилой. Как соседи по садоводческому товариществу поделили забор. Еще в июне в подземном переходе на Московском шоссе после сноса торговых ларьков обнаружили старую плиточную мозаику, на которой изображены достопримечательности города. На панно в резных наличниках можно было увидеть Рязанский театр кукол, площадь Победы, Дворец пионеров, памятник Сергею Есенину на территории Кремля, вид на Успенский собор и колокольню. Но затем настенную живопись своими художествами испортили хулиганы. Реставрировать панно коммунальщикам пришлось аккуратно. Это Площадь Победы. Место знаковое для каждого горожанина. Визитной карточкой Рязани площадь сияет на этих уникальных керамических панно. Вернее, сияло до прихода вандалов. Что за пустота в головах двигала владельцами баллонов с красками, мы уже вряд ли узнаем. А ведь это не просто фрески. Можно сказать, историческая реликвия. В середине 80-х, когда появляется Центральный Рязанский Невермах, им так он назывался сначала, потом стал барсом, появляется тогда же и панно в стиле майолики, скорее всего. Владимир Васильевич Семин, автор, заслуженный член Союза художников, график. И, возможно, даже в соавторстве с Антониной Петровной Исаченко. 12 сюжетов, все святые места нашего города, включая Площадь Победы, памятник Политаеву, театр Кукол. В общем, все самое лучшее. Пока что памятникам истории эти панно не признаны, но их аграфичивание у рязанцев вызвало только негатив. В соцсетях даже призвали найти то самую Наташу. А для сотрудников дирекции благоустройства города чистка настенных картин создавала дополнительные сложности. Как отреагируют советские шедевры на растворитель никто не знал. Чтобы не испортить плитку, мы взяли спецсредство специально по плитке и мы оттираем уже постоянно на протяжении уже долгого времени. Уборку, переходы и помывку стен здесь проводят еженедельно. В планах более кардинальные меры, которые позволят сохранить этот удивительный переход из прошлого в настоящее. В дальнейшем у нас запланировано закрытие стен прозрачным поликарбонатом для того, чтобы не попадало это все на саму плитку. И с поликарбоната как бы еще проще стереть все это и потом заменить так же, проще, чем затрагивать саму плитку, потому что мы боимся, она может там отваливаться, там еще что-то такое происходит, бьется. Опять же здесь будут осколки, можно как бы ноги повредить, все остальное. А в дальнейшем уже как бы после этого всего времени, я думаю, что наверное будет все-таки реконструкция, здесь будет все красиво и уже, я думаю, выгодят может даже и камеры. Бороться с проявлениями такого вандального отношения к истории и облику собственного города, к сожалению, можно только наказывая. Установленные здесь камеры позволили бы легко выявить тех, у кого рука не дрогнула, закрасить эти мозаики. Пока камер нет, остается надеяться на сознательность и призывать людей быть бережнее к тому, что нас окружает. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ввоз мусора из Московской области на полигон Захаровский район вопрос, волнующий многих людей. Просто так эту ситуацию мы не оставим. Заявил сегодня на правительстве губернатор Рязанской области Николай Любимов. На свалке уже работает межведомственная группа. О результатах глава региона попросил докладывать незамедлительно. Кроме того, речь зашла и о дорожной карте по оздоровлению управления Рязанского троллейбуса. Мусор из Московской области в Рязани вне закона. Это четкая позиция губернатора. Полигон ТБО в Захаровском районе сегодня под пристальным вниманием. Там работает специальная межведомственная комиссия. Общается с местными жителями, изучает документы. Обращение в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру для проведения внеплановой проверки уже направлено. Я не намерен эту историю просто так оставлять и придавать ее забвению. Естественно, мы должны людям объяснить. Если там все законно, в чем люди, естественно, справедливо сомневаются, то надо это аргументированно людям объяснить, жителям. Если незаконно, значит, надо все нарушения, которые присутствуют, которые там есть, устранить, заставить их. Потому что, ну, это действительно волнующий людей вопрос. Им просто так его никто замылить не даст. Оздоровление управления Рязанского троллейбуса под личным контролем мэра Рязани Елены Сорокиной. Уже разработан план погашения кредиторской и дебиторской задолженности. Составлен график увеличения транспорта. До конца года на городские маршруты дополнительно выпустят 60 автобусов. Определены изменения в положении об оплате труда. Их внесут до 20 августа. Когда уже, наконец, эти ржавые троллейбусы с наших улиц уйдут, которые списывать пора и автобусы. Когда грамотно будет составлены карты маршрутов. То есть, ну, ясно, что здесь тоже перекосы надо устранять. Это более такая обширная работа. Для того, чтобы УРТ могло справляться с перевозками, на которых оно больше всего УРТ и нужно. То есть, чтобы им и деньги можно было зарабатывать, льготников перевозить, чтобы все сливки, что называется, не снимали частники только. Всем нужно работать по нормальной, взаимовыгодной схеме. Кардинальные изменения должны наступить к 1 сентября. К этому дню должен быть полностью решен вопрос с резервом запчастей и закончена кадровая работа. Максим Васильев, телекомпания «Город». Уникальную операцию на позвоночнике провели сегодня врачи Рязанской ОКБ. Пациенту ввели специальный имплант, спасающий от хронических болей. Сейчас такие операции делают только в нескольких регионах страны. Притом сама процедура малоинвазивная, то есть ее проводят через небольшие проколы. Свидетелем первой такой терапии в Рязани стал Валерий Седов. Пациенту 40 лет. У него жалобы на хронические боли в нижних конечностях, говоря простым языком в ногах и поясничном отделе позвоночника. И если раньше эту проблему лечили только таблетками, то теперь появился новый метод. Для Рязани уникальный. Пациенту либо транскутанно, либо если нужно произвести какое-то хирургическое вмешательство через разрез, вводится электрод в спинномозговой канал. Подключаем этот электрод через сеть к рабочей станции. У пациента электрод подсоединен к стимулятору. Вот это вот так выглядит временный стимулятор, который подсоединяется к электроду. После операции электрод настраивают через блютуз и по рабочей станции подбирают такую частоту, которая подавляет болевой синдром. Систему настраивает врач, но сделать это может и сам пациент. И если в кабинете нейрохирургу есть где размахнуться, то в операционной такой возможности нет. Процедура малоинвазивная, делает ее через небольшие проколы. Если шрамик и останется, то будет едва заметным. А такой ход операции позволяет отпустить пациента домой почти сразу. Пациента мы отпустим, наверное, дня через три. Как бы проследим, подберем ему стимуляцию. Посмотрим, если он сам сможет в полной мере себя подбирать стимуляцию, то мы его отпустим. Если нет, то до конца подбора необходимой стимуляции, необходимой дозы, мы будем стимулировать его здесь в отделении. Такую технологию придумали на Западе. В России ее стали применять совсем недавно. В Рязани вообще впервые. Длится операция от 40 минут до полутора часов. Что примечательно, она бесплатная. Делают ее по ОМС. В дальнейшем планируют расширить адекватирование. Эта операция первая, но врачи уже прогнозируют. В год можно проводить около 20 таких. Теперь дело за диагностикой. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Конфликт в садовом товариществе «Весна-2» Спасского района. Один из дачников самовольно снес соседский забор. Дескать, он портит вид из его дома. Скандал оброс любопытными подробностями. На ваших экранах видео с камер наблюдения одного из садоводческих товариществ. Отчетливо видно, как мужчина бензопилой вырезает часть деревянного забора. Не своего, соседского. Аккуратно и методично. Удивлению владельцев ограды не было предела. Ни причин поступка, ни логики в действиях этих людей хозяева оголенного участка найти так и не смогли. Тем более, что пострадала не только их ограда. Сейчас мы приблизили к соседу. Вот у нас сломан забор. У соседа сломан. Вот вся эта территория выломана. И вот сюда складывался выломанный забор. Давать хоть заявлению в полиции отказались. Мол, разбирайтесь сами. Вот официальный отказ в возбуждении дела. По статье 167. Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. А вот статью 330. Самоуправство не рассматривали вовсе. Хотя все признаки этого вроде как налицо. Причина, внимание, забор портит вид из окна. Все это есть в отказном постановлении. И самый верх абсурда – пояснение от руководства «Весны-2». Оказывается, забор снесли общим решением кооператива. Возмущенным пострадавшим даже помахали перед носом якобы легитимным решением. Вот только кто и когда собирался, не помнит никто из соседей. На общем собрании 4 июля 2021 года было принято решение собственниками земельных участков нашего садового товарищества снести забор Гуськова Василия Федоровича в связи с тем, что не нравится эстетический вид, не нравится дизайн данного забора. Несмотря на то, что, естественно, в компетенцию общего собрания данный вопрос не входит в соответствии с 217-м федеральным законом, и никаких положений, нормативных актов, локальных актов по архитектурным постройкам в нашем СНТ нет. Такого решения никто в глаза не видел. Это решение одного человека – Миши Орлова. И если опросить всех дачников, то они, я думаю, это подтвердят. Сам пострадавший Василий Гуськов причиной такой агрессии называет наличие камер видеонаблюдения и сверхактивность некоторых дачников. Мол, слишком неудобные вопросы задают они руководству СНТ, требуя отчетности за взносы как представителям нынешнего правления, так и прошлого. Люди, которые пилят забор, как раз оттуда. Они за сезон плохо бедно собирали, по моим аналитическим подсчетам, около 400 тысяч рублей. Теперь они эти деньги потеряли, и теперь надо возместить злобу. Более того, она еще упорно хочет опять встать. Значит, этот председатель уходит, не справляется, она хочет опять встать на это место и хочет опять заниматься уголовным террором. То есть за ее время, незаконное время правления, она была как лже-Дмитрий I. То есть она была лже-председателем, юридически не оформленная. Если же от эмоций переходить к фактам, то они не в пользу членов правления СНТ. Их уже привлекали к ответственности за самовольное отключение электричества. 1 ноября 2020 года в нашем садовом товарищу «Лесна-2» работников просвещения города Рязани было отключено энергоснабжение. И мы обратились в Паскеренный суд города Рязани с иском по признанию незаконным отключением энергоснабжения. Суд удовлетворил наш иск в полном объеме. Полиция пока вступать в конфликт дачников не спешит. Впрочем, местные готовы идти дальше. На отказ в возбуждении дела уже написано жалоба в прокуратуру. К делу подключились юристы. И, похоже, без вмешательства правоохранителя здесь точно не обойтись. Максим Васильев, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова